Приветствую вас. Давно я делал такие анонсики своих статей. Сейчас специально для вас, опа, сделаю. Значит, смотрите, я ссылочку сделаю, называется статья реформы, которая действительно ждет бизнес. Я написал так, как я считаю нужным, вы можете снова согласиться или нет, но с моей точки зрения, вот действительно, достаточно провести, вот если эту реформу сделать, знаете, можно даже остальное сильно не менять. Пускай будут остаться и налоги остаются, и ставки, все. Вот именно в недритетах. Я понимаю, что это сложно в Украине. Я понимаю, почему сложно. Не хочется. Но это вот, если действительно это сделать, то, что я написал, ну, понятно, но с изменением в налоговый кодекс и в кучу разных других кодексов, в том числе процессуальный, уголовно процессуальный. В чем изюминка? И чем действительно, скажем, немножко мы отличаемся от их? Считается, вы сами знаете, вот эта знаменитая презумпция невиновности. Если в суде не доказано, что вы преступник, вы не преступник, логично, железно. Причем это вообще как, ну, коколовно. У нас вся проблема бизнеса, с моей точки зрения, только в том, что на сегодняшний момент у нас отсутствует презумпция невиновности бизнесмена. Получается, вот смотрите, что получается. Любой проверяющий приходит, говорит, вот они там, мы их сейчас поменяем, мы сейчас компьютеры поставим. Чушь! Чушь это все! Сколько вы компьютер не ставили, какие программы, какие конкурсы не проводили. Любой проверяющий приходит, он понимает, что нет презумпции невиновности, он обвиняет бизнесмена, не имеет значения, штраф там, аресты, арестовара, типа, обвинение контрабанды, не имеет значения в чем. Он обвиняет, создает проблемы, ну, а потом договаривается. И эта система работает. Нет, это и некоторым ужасно нравится. Они вообще не платят налоги, ждут проверяющих, встречают. Хап! Но вы же понимаете, что вот эта именно система, она убивает весь бизнес. Да, вась-вась-вась работает, но тогда, когда у тебя, а вот мы и хотим, чтобы было хорошо. Нет, ну, это, понимаете, это уже такое позарщина. Да. По этой причине, я считаю, одна должна быть реформа. Четко, однозначно. Если любой проверяющий, я говорю, в таможне, налоги, в любой, пожарники, не имеет значения. Любой проверяющий, если считает, что бизнесмен совершил преступление, ну, нарушил, должен показать в суде. Если есть решение суда, которое набрало законную силу, все, да, вот здесь может быть и арест, и сумасшедший штраф, и арест всего имущества личного, вот, пожалуйста. Вот то, что вы, помните, время и время слышите на Западе, что там человека обвинили, бизнесмена, и ему мало того, что срок влепили, еще и говорят, штраф там 10 миллионов, 50, вот это и есть, вот это и есть. Но, после суда, поняли, разница. А у нас все наоборот. У нас, получается, проверяющий приходит, намутил, понятно, что он не соблюдает законы, понятно, что он делает наоборот таким образом, чтобы случай откатить, и понятно, что все скатывается в зеркало. И, понятно, и бизнес потом говорит, так какие платят налоги сейчас сюда, туда, эх! Вот такая ситуация. По этой причине еще раз говорю. Я считаю так. Единственное, что надо сделать, прописываем в нашем налоговом всех кодексах, презумпция невновок, выстраиваем работу следующим образом, чтобы все проверяющие, которые считают, что да, имеет место какое-то нарушение, пожалуйста, собрали доказательства в суд. Есть решение суда? Да, пожалуйста, есть решение суда, в случае того, что по всей страгости нет решения суда. Бизнесмен чист. Вот такой простой метод. А дальше там ставки, реформы, отменить право, время резиста. Это все чушь. Это все чушь. Вот это сработало.